Он убегал. В него стреляли люди. Проваливаясь лапой в рыхлый снег, волк твердо знал, спасения не будет, и зверя нет страшней, чем человек. А в этот миг за сотни километров был в исполнении смертный приговор. Девчонка малолетняя там где-то уже четвертой делала аборт. Малыш кричал, но крик никто не слушал. Он звал на помощь. Мамочка, постой! Ты дай мне шанс, чтобы тебе быть нужным. Дай мне возможность жить, ведь я живой. А волк бежал. Собаки глотку рвали. Кричали люди, пьяные, в лесу. Его уже почти совсем догнали. Волк скинул морду и смахнул слезу. Малыш кричал, слезами заливаясь, как страшно, не родившись, умереть. И от железки спрятаться пытаясь. Мечтал в глаза он маме посмотреть. Но только маме этого не нужно. Не модно стала видеть или рожать. Она на глупость тратит свою душу. Своих детей не впадло убивать. А волк упал без сил. Так было надо. Он от волчицы варваров увел. Одна она с волчатами осталась, когда он на себя взял приговор. Собаки рвали в клочья его тела. Но только душу волчью не порвать. Душа его счастливой мчалась в небо. Ради детей есть смысл умирать. И кто, скажите, зверь на самом деле? И почему противен этот век? А просто человечнее нас, звери. И зверя нет страшней, чем человек.